Здравствуйте! Мы предполагаем, что для этой последовательности предел минус 1 в степени n плюс 1, деленное на n можно задать последовательности так, при n, стремящемся к бесконечности, равен 0. Похоже на то, что это действительно так. Чем больше n, тем больше значение в знаменателе. Числитель при этом всегда равен либо 1, либо минус 1. В целом, тропь становится все меньше и меньше. Но все это нам нужно еще доказать. Именно этим мы сейчас и займемся. Итак, это равенство выполняется, то есть справедливо, только в том случае, если для любого ε0 найдется m0, зависящее от ε. Такое, что если n больше m, n – это порядковый номер члена последовательности, то значение n-ного члена находится в ε на окрестности точки 0. Или, другими словами, расстояние между а, n и 0 меньше ε. Что все это значит? Итак, предел нашей последовательности равен 0. Это означает, что наша последовательность сходится к 0. Чем больше n, тем больше а, n приближается к горизонтальной оси. Предположим, здесь у нас значение 0 плюс ε, а здесь, соответственно, 0 минус ε. Предел последовательности в данном случае равен 0. Это наше предположение, о котором было сказано в самом начале. Итак, для каждого ε больше 0 найдется m больше 0, зависящее от ε. Такое, что если n больше m, то расстояние между а, n и 0 меньше ε, то есть расстояние между n-ным членом последовательности и пределом меньше ε. Другими словами, для n больше m значение n-ного члена последовательности будет находиться между этими двумя прямыми в этом коридоре, в этой закрашенной области. Если m, например, будет равно 2, то значение всех членов с порядковым номером больше 2 будет попадать в эту область. А как мы это докажем? Давайте сначала подумаем, что должно произойти, чтобы это условие выполнилось. Что должно произойти, чтобы модуль а n-0 был меньше ε? Или модуль а n был меньше ε, а n равнозначно этому желтому выражению. Значит, это то же самое, что и модуль минус 1 в степени n плюс 1, деленное на n, меньше ε. Обратите внимание, в числителе значение будет то плюс, то минус 1. Но поскольку полностью выражение находится под знаком модуля, то и его значение всегда будет положительным. Другими словами, это выражение равнозначно выражению модуль 1, деленного на n, меньше ε. n, мы знаем, всегда положительное. n принимает значение от 1 до бесконечности. Следовательно, значение этого всего выражения всегда будет положительным. Значит, мы можем убрать знак модуля и записать, что 1, деленная на n, меньше ε. А теперь давайте запишем выражение обратное данным в левой и правой частях. В результате мы получим n. Конечно же, если мы берем числа, обратное данным, то знак неравенства мы меняем на противоположный. Значит, чтобы это равенство было справедливо, n должно быть больше 1, деленной на ε. Мы, по сути, доказали, что требовалось. Для данной последовательности вы задаете любое ε. Я, в свою очередь, вычисляю m, которое равно 1, деленное на ε. И если n больше m, то есть больше 1, деленное на ε, то выполняется условие модуль а n-0 меньше ε. Следовательно, предел этой последовательности на самом деле существует. Давайте посмотрим на график. Здесь, по-видимому, ε равно 0,5 или 1,2. m – это, можно сказать, функция от ε. Мы можем вычислить m при любом ε больше 0. Соответственно, в этом случае m будет равно 1, деленной на 1,2, или 2. Вот это m. И, как вы видите, значения всех членов, порядковый номер которых больше 2, расположены в закрашенной области. И когда n равно 3, и когда n равно 4, и n равное 5. Мы только что это доказали. Вы можете задать абсолютно любое ε. Я, в свою очередь, скажу, что m равно 1, деленное на это значение. И тогда для всех n больше этого m будет выполняться это условие. Таким образом, мы только что доказали, что предел этой последовательности существует. Он равен 0. Значит, последовательность сходящаяся. На этом все. До скорых встреч!